Здравствуйте, товарищи! Мы сейчас находимся у дома номер 13 по Болотной улице в Санкт-Петербурге. Это историческое здание, деревянное, изумительной красоты. Это то здание, в котором состоялось крупнейшее событие, предшествовавшее Великой Октябрьской социалистической революцией. Здесь состоялось расширенное заседание Центрального комитета, которое приняло решение о вооруженном восстании. Образовало военно-революционный центр, партийный центр по руководству восстанием, куда вошли Сталин, Свердлов, Бубнов и другие товарищи. И здесь Каменев и Зиновьев, именно здесь Каменев и Зиновьев выступили против вооруженного восстания, и в связи с этим Ленин требовал их исключения из партии. И только, так сказать, защита Сталином их от исключения позволила им остаться в партии. Что этому предшествовало? Этому предшествовало заседание в августе 1917 года, 6-го съезда РСДРП-Б, который состоялся сначала на Выборгской стороне, первая половина, поскольку там было неспокойно, переехал за Нарвскую заставу на улице Ивана Черных, дом 23, где сейчас находится музей Нарвская застава, и там вы можете побывать в том помещении, в котором состоялся 6-й съезд, который принял решение о вооруженном восстании по докладу товарища Сталина. А здесь уже, вот сначала на Карповке, первое заседание было Центрального комитета в соответствии с решением съезда, а здесь уже второе расширенное заседание, здесь уже обсуждались и вопросы подготовки. Некоторые товарищи тогда думали, что восстание – это стихийное такое действие, но и Ленин, и Сталин настраивали на то, что стихийное – это настроение может быть стихийным. Но играть в восстание нельзя, оно должно быть хорошо подготовлено, обеспечено, это уменьшает число жертв, и это обеспечит его победу. Поэтому партия готовила очень тщательно. Здесь особенно интересно, какие воззвания рассылал Центр партийный проход за восстанием. Послать гонцов в районы, чтобы требовали от ЦК начало вооруженного восстания. То есть прекратить всякие колебания нужно было. Если уже взяли курс на вооруженное восстание, то нужно было действовать уже решительно и не колебаться. Ну, мы знаем итог. Мы знаем, что практически бескровным было вооруженное восстание, потому что большевики обеспечили подавляющее большинство сил. Петроградский гарнизон на стороне большевиков, это красногвардейцы, это войска Северного фронта. В Москве Московский совет тоже на стороне большевиков, поэтому практически без жертв было вооруженное восстание. Хотя вот здесь недалеко находится парк лесотехнической академии или лесотехнического университета имени Кирова, как он сейчас называется. И там есть несколько могил, одна или две. Это люди, которые погибли во время вооруженного восстания. И погибли они от рук контрреволюционеров, может быть, от тех, кто стрелял из числа женского батальона или из числа кадетов. Что касается Ленина, он в партийный центр по руководству восстанием не входил. Он был тут на нелегальном положении. Он размещался недалеко от этого места, на Сердобольской улице, около станции Иланская. Там сейчас находится его бюст. И на четвертом этаже, в квартире Фофановой, он готовил свои записки о том, что нельзя играть в восстание, и свои рекомендации, как действовать, чтобы восстание было успешным. На Сердобольской улице, дом 135, уже за железной дорогой, туда, ближе к Черной речке, там проходило заседание военной организации РСДРПБ. И Ленин туда приходил и участвовал в подготовке и с военной стороны вооруженного восстания. А ночью, как раз ночью 25 октября на 26-е, с 7-го на 8-е, ночью Ленин вместе с рабочим одним пошел в Сердобольской улице из квартиры Фофановой в Смольной. И там он был избран, назначен, можно сказать, поседателем Совнархома и стал возглавлять правительство, которое образовала советская власть. Сегодня вот это здание, которое до революции было зданием муниципалитета, и в этом муниципалитете был главным Михаил Иванович Калинин, и он и предоставил это здание для заседания Центрального комитета РСДРПБ. Затем в этом здании размещался филиал музея Октябрьской революции, который теперь называется Музей политической истории России. После контрреволюционных событий 90-х годов здесь уже не филиал музея Истории революции, Октябрьской революции, а здесь Детский исторический музей, но по-прежнему филиал Музея политической истории. В этом году здесь была развернута экспозиция соответствующая, и проводятся экскурсии, на которых рассказывается про то заседание историческое об образовании партийного центра по руководству восстанием, на котором выступали Каменев, Зиновьев против, а все остальные члены ЦК выступили за вооруженное восстание. И сюда можно записаться, прийти или позвонить и поучаствовать в экскурсии. Здесь есть и экскурсоводы, и толковые люди, и очень интересный музей, что я очень рекомендую. Может пригодится в будущем.